В конкурсе взяли удел 11 семьёв с Бреста. У их выполнения торты с суфлей и мастикой, фруктовым желе и свежими ягодами. Пироги с самыми разными начинками, шарлотки, кексы, куличы и чизкейки. Пропитанные шоколадной глазурой и сметанковым кремом, у всех эти шедевры пяклися и упрыхоживались по уластных рецептах удельников. Кажут, две господы не на кухне это шмат, а коле их девять. У семьи Крузелевна тортиком чаровала одразу девять господинь. У роли головной мама Галя. И она не изъявляется кондитером шостого разрада, а степно признается, я просто мама. Правда, семярых детей. Помогать может каждый человек. И когда наши дети помогают тоже ребенку, они включаются в такой большой круг добра. Поэтому нам тоже очень многие люди помогают. И поэтому мы тоже хотим, в свою очередь, передавать вот это добро. Головная мета кейк-батла – идея, которая, до речи, народилась на кухне – собрать сродки для маленьких брастовчан, которые эти пермают в острую потребу реабилитации. Ульяны Комаровой и Максима Мартова. Китай отлично нам помог. В принципе, два раза традиционная медицина китайская давала свои результаты. Томатис – это звукотерапия в центре Бельгии, в которой мы ездим. Она тоже очень хорошо помогает, дает маленькие прогрессы. И маленькими шажками мы поднимаемся потихонечку верно. Бресту Гоголи потребна шмат добрых мероприемств и доброй якости мероприемств. Потому что их не так шмат, на самом деле. Вельми шмат коммерцейных, не яких импрезов, але они вельми однотыпные. Не ма негага драйву. И мне здаётся, что треба шукать гэты драйв вось низу, потому что люди, которые дают сами гэты идеи с пирогами. Но, как бы уражливо не выглядел пирог, организаторы справедливо отзначили головный показчик перамоги, как на талерце не засталось ни водного ковалочка. Тому пераможцу конкурса выбрать так и не смогли. Мамы брали на заметку, а малым не терпелось и попробовать приготовить дома еще что-нибудь солоденькое. Своими маленькими руками они уже научились замешивать и раскашивать каску для Ульяны и Максима. А значит, готовые допомогать. Татьяна Болтут, Тигран Акапян, телерадо и компания Брест.